давно друзья у нас не было распаковки и в этот раз мне пришли инструменты от кима for art с ними работаю уже давно инструменты их люблю и вот в этот раз я вам покажу то что я заказала непосредственно для работы с полимерной глины для изготовления маленьких изделий потому что мы привыкли что в основном вайнеры молды каттеры они для керамической флористики в полный ее размер первое с чего хочу начать это с алфавита алфавит у них появился на сайте совсем недавно как только я его увидела и поняла что нужно делать заказ причем алфавит у них появился английские как прописные так и строчные буквы и появился русский также прописные и строчные буквы для кого нужен алфавит я непосредственно его заказывала для своих образцов то есть когда я делаю образцы каких-то определенных линеек глины мне необходимо их подписывать и чтобы каждый раз я не брала маркер который со временем стирается особенно если мне нужно изделие положить допустим и протестировать на полю чем солнце маркер этот исчезает и я решила что мне необходим как раз на английском языке но опять же кто занимается изготовлением кружечек очень часто мы делаем надписи и здесь алфавит вам поможет продавливать эти надписи затем их можно затемнеет за тонировать подчеркнуть любыми металлическими пудрами для тех кто хочет чтобы логотип свой с обратной стороны изделий пропечатывает кстати вы можете покупать не весь алфавит а выбрать какие-то определенные буквы на сайте вы можете взять из соображений что вы будете чисто пропечатывать с обратной стороны изделия допустим свои символы и либо полностью писать допустим имя буковки прописные очень маленькие 3 4 5 миллиметров в диаметре в общем кто искал алфавит вы его сможете найти либо раздельно купить на сайте конечно нужно будет приноровиться чтобы силу нажима выработать правильно чтобы наклон правильно давать буквам но вот со второй попытки у меня более менее получилось если вы постоянно будете работать с алфавитом я думаю таких проблем уже не возникнет сейчас я пропечатывала логотип цернита потому что в принципе для этого я и брала английский алфавит чтобы мне можно было пропечатать название глины и линейку и показываю вам русский алфавит здесь я вперемешку беру заглавные буквы и строчные буквы чтобы вы понимали разницу в них увидели их размер кстати английский алфавит меньше чем русский намного русский чуть-чуть покрупнее как видите пропечатывается достаточно хорошо буквы видны если вы их еще затонируете слегка то они будут более четко вырисовываться но сейчас я буду доставать распаковочку с большого пакета и сразу вам скажу сейчас я не буду все раскрывать вайнеры молды набора я просто их достаю показываю вам что достаточно крупный у меня был заказ в этот раз вот сейчас я кручу верчу в руках ты чинки на которые очень долго смотрела и думаю как же с ним работать но научилась и вас тоже научу это у меня набор бабочек сейчас очень много миниатюры на стати которая предназначена именно для работы с запекаемой полимерной глины посмотрите какие маленькие незабудки я только что достала показываю вам а вот это майки безумно маленькие очень маленькие подходят для сережек вот кто работает цветочной техники и знаете для чего подходит подходит для техники аппликация сейчас эта техника набирает обороты если вы посмотрите все заграничные мастера работают в этой технике имея в наличии вот такие вот маленькие наборы сейчас я показываю пуансетию у нас новый год впереди вы сможете создавать цветочный рисунок на пласте дальше нарезать на сережки либо заготовки под кулончики но в основном сейчас вот в тренде серьги и создавать очень красивые украшения не просто на ляпанные тяп-ляп а с фактурой каждый лепесток листочек будет вырезан аккуратно потому что в каждом наборе есть катары наборы у меня разные колокольчики анемон вот сейчас показываю вам есть морские наборы и морские разные там звездочки и ракушки вот как раз морскую тематику я брала непосредственно для работы с эпоксидной смолой делать заготовки из пластики потому что найти настоящие маленькие ракушки достаточно сложно звездочки так вообще практически невозможно и когда мы что-то делаем под заливку эпоксидной смолой даже тот же морской пейзаж и у тебя под рукой есть вот такие молды то ты можешь сам создать сколько угодно ракушек каких угодно оттенков сейчас у меня вот грибной набор в руках там собрано все и орешки и грибы и тыквы это не грибной это даже осенний набор потому что собрано все и физалис есть есть вот такой морской набор опять же мы его можем где использовать можем использовать его если мы делаем технику аппликация обязательно познакомлю вас с этой техникой обязательно что-то из этих наборов мы с вами сделаем вот это у меня ажурный физалис крупный в руках тоже с вами поработаем с ним и вот такая вот фактура сложная она в работе долго смотрела на нее на сайте там четыре разных варианта представлено на становилась на цветочном в принципе она не могла другой взять тоже будем работать с ним в дальнейших наших мастер-классах есть гортензия вот такой вот маленький набор я вот специально ноготочек поставила напротив каторж чтобы посмотрели насколько они маленькие еще в этом уроке в этом обзоре мы с вами сделаем серьги цветочные используя два набора из этого обзора поэтому не выключайте этот обзор если вы думаете что я просто здесь показываю вайнеры ничего подобного дальше мы с вами будем их использовать в работе не хочу пока открывать все я решила что в дальнейшем кстати вот физалис у меня сейчас маленький показываю и маленькую клубничку показываю в дальнейшем все-таки я планирую делать отдельные мастер-классы не по каждому набору конечно где-то буду совмещать несколько наборов и показывать как ими пользуются потому что есть особенности работы практически с каждым набором есть свои нюансы сейчас я хочу показать вам маленькую клубничку действительно маленькую очень маленькую миниатюрная там по 5 миллиметров каждая ягодка силикон достаточно хорошо растягивается еще нравится что он прозрачный все молоды которые глубокие они в принципе должны быть прозрачные потому что мы забиваем туда глину и желательно чтобы мы внутри могли просматривать насколько хорошо мы уплотнили углубления под ягоду в прозрачном молде это сделать легко когда вы берете набор кстати на сайте есть возможность купить что-то отдельно допустим вам нужны каттер и не нужен вайнер или вам нужен вайнер не нужны каттер вы можете также поштучно это все приобрести набором покупать конечно выгоднее и потом вам будет конечно легче в работе намного потому что у вас будет все под размер вашего вайнера каттер и подходить сейчас я раскрываю набор с орхидеи в этом обзоре мы с вами кстати начнем создавать цветочки орхидей маленькие в наборе идут совсем малюсенькие бутончики в трех размерах у каждого вайнера есть свои замочки по-другому вы его не закроете не прижмете не перевернете не спутаете одна половинка четко входит во вторую половинку еще здесь знаете что продумано что каттер и немножечко то есть буквально на миллиметр в размере меньше чем в лунке вайнере если бы у нас каттер и были четко по размеру углублений вайнере при закладке глины вайнер и прижимание до второй половинки вайнера у нас бы глины немножко вылазила за бортики углублений и был бы толстый край за счет того что миллиметр зазорчик бывает где-то даже встречала чуть побольше наверно по 2 миллиметра вот эта глина как раз заполняет углубление вайнере и не выходит за его пределы ну и сейчас как я обещала мы с вами сделаем цветочные стельки с орхидеи предварительно я подготовила два пласта с переходом цвета как их сделать я оставлю внизу ссылочку я думаю что не сложно вам будет сделать переход цвета если вы посмотрите тот урок еще взяла салатовую пластику все раскатано на минимальной толщине паста машины тонко у меня 0 3 миллиметра потому что вайнеры у нас достаточно маленькие цветы нам нужно маленький если будет толстый пласт то цветы получатся неестественными и так сейчас буду делать орхидеи поэтому вырезаю катером заготовку для трех нижних лепестков чтобы глина не забивалась в катер нужно ее хорошо приклеить к рабочему столу в рабочей поверхности потом продавливать уже катером и вырезать заготовки будущих лепестков сейчас катером с двойным лепестком вырезала еще заготовку для внутренних лепестков и совсем малюсеньким катером кстати обратите внимание как он хорошо прорезает вырезаю серединку для цветка дальше укладываю сразу все три заготовки то есть заполняю полностью вайнер тремя заготовками под лепестки под серединку еще у кима for art есть вот такой вот пластиковая стеклышко как я его называю многие думают что на этом стеклышке можно лепить и запекать нет это вообще стеклышко какой предназначена для того чтобы когда мы уложили вайнер все заготовки из глины сверху мы прижимали этот вайнер вот таким вот круглым пластиковым стеклышком так назовем для равномерного нажатия и чтобы отпечаталась фактура равномерно на всех заготовках внутри вайнера посмотрите какая фактура получилось на лепестках хотя они очень маленькие очень сейчас я их на ладошке маленьким стеклом шариком 3 миллиметра диаметра шарика чуть-чуть я придаю им форму лодочки для того чтобы лепестки у нас приподнялись и дальше вот на вот этом пластиковом стеклышке круглом я укладываю сначала тройные лепестки дальше на них укладываю лепестки которые у нас яркие двойные в общем создаем и сейчас собираем маленькую орхидейку всего нужно будет собрать 4 орхидейки на серьги которые я запланировала и дальше мы укладываем в нижней части цветка сердцевинку как видите больше ничего мы здесь не делаем цветочки у нас получились за счет двухцветного пласта интересными они не однотонные но даже если вы будете делать однотонный слегка затонируйте и также у вас получится красивые естественные цветы с очень видной фактурой так скажу сейчас я из остатков там где у нас был переход от салатового к розовому сделала маленькую капельку из остатков пластики и посмотрела какой размер бутончика подходит под эту капельку и с помощью очень малюсенького вайнера я создаю вот такие вот маленькие бутоны и они также идут с фактурой очень маленький очень нежный переход виден бутончиков сделала много и второй цветок который я хочу видеть в наших сетках это будет лесная фиалка и здесь у меня пласт как видите он от темно-фиолетового переходит к белому и вот где вырезать какие заготовки из этого катера вы уже решаете сами я решила что нижняя часть цветка будет светленькая а вот верхняя часть будет темной также буду делать четыре цветочка по два цветка на каждую сережку здесь у нас вайнере идут сразу и лепестки и листья поэтому вырежем листочки листочков нам нужно будет пять штук из листьев мы будем делать основу под серьги очень хорошо все прорезается сейчас я делаю закладку вайнер там где у нас идет лесная фиалка с фактурой верхней части у нас листочек укладывается в нижней и средней части укладываем лепестки накрываем второй половинкой предварительно можно если где-то у вас не попал лепесток или плохо вошел свою лунку подправить вот так вот иголочкой нажать главное чтобы все четко лежала на своем месте не выходила за пределы чтобы лепесток у нас был фактурный и крайне вышел за пределы не был толстым плоским и некрасивым опять же прижимаю видите стеклышком для того чтобы равномерно надавить на поверхность вайнера вот такая вот фактура у нас получается листочек вообще как живой просто вот несмотря на свой размер он настолько маленький он меньше сантиметра а фактура прям живая настоящие такой цветок собирать достаточно легко мы начинаем опять же стройных лепестков я их приклеиваю к рабочей поверхности чтобы у нас уже нижние лепестки никуда не ерзали дальше укладываю лепестки по центру которые более темного цвета у нас получились и в том месте по центру где мы соединяем нижние верхние лепестки в том месте сделаем маленькую желтенькую серединку просто формирую вот такие вот маленькие шарики из желтой глины подхватываю их толстой иголочкой и размещаю в центре вот у нас такие цветы лесной фиалки с вами готовы теперь мы приступаем к сборке собирать мы будем сначала основу из листочков листочки мы будем вести как окружность из 5 листочков зеленых друг за другом замыкаем как бы эту окружность если внутри будет пространство ничего страшного мы сейчас его закроем и обязательно нижние листочки нужно будет приклеить к рабочей поверхности для того чтобы потом можно было крепить уже остальные элементы и цветы теперь смотрите из пластики того же зеленого цвета делаю маленькие шарики и маленькими шариками закрываю внутри пустоту растягиваю стеком параллельно делаю сразу две сережки сейчас размещаю пины с петелькой пина достаточно длинные потому что в нижней части мы будем с вешивать цепь и красивые бусинку сейчас верхней части размещаю два бутона между бутончиками укладываю маленький цветок лесной фиалки заполняю здесь пространство дальше по цветком фиалки укладываю с правой и с левой стороны две орхидеи при этом центральная часть у нас как бы остается еще открытой там у нас проходит стержень пина не обращайте на него внимание если его видно там пусть вас это не смущает мы сейчас его будем закрывать орхидеи ки соприкасаются друг с другом но между ними мы сейчас будем раскрывать пространство это и заполнять это все бутонами потому что бутонов я лично сделал очень много из расчета того что маленькими бутонами можно закрывать какие-то промежутки так оно и получилось получается по центру я размещаю между орхидеями по два бутона и в нижней части потом закрываю еще все лесной фиалкой между нижней лесной фиалкой и орхидеи есть возможность разместить еще с правой и с левой стороны по одному маленькому бутону бутоны были у нас разных размеров вайнере поэтому самые крупные я разместила верхней части средний бутон и разместила в центральной части и в нижней части получилось спрятались маленькие бутоны в общем все пространство которое могло образоваться между цветами я заполнила маленькими бутонами это очень удобно все сергия переложила на керамическую плитку и поставила на запекание после обжига верхней части я добавила швензу а в нижней части откусила длинный стержень пина оставила приблизительно его семь миллиметров и из этих семи миллиметров сделала петлю в этой петле подвесила маленькую цепь и на маленькой цепи внизу на пине шариком болтается и грива маленькая конусообразная бусинка все в принципе никаких манипуляций больше делать не нужно никаких запеканий ничего в следующем уроке я вам покажу как работать с набором вайнеров лили лилия средняя и лилия маленькая и если вам уроки подобного плана понравились обзоры уроки то дайте какую-то реакцию можно в комментариях можно поставить лайк и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать новые уроки которые выходят на канале ссылочки на производителя я оставлю внизу в описании под видео вам желаю вдохновения и безграничного творчества